Друзья, всем привет! Говорим о всеобщей мобилизации, которая грядет в Украине. Хотите знать об этом больше? Подпишитесь на канал Дубинский в Ютубе, Дубинский Про в Телеграме, Инстаграме, Фейсбуке и Твиттере. Здесь все ради Украины, все ради победы. Поставьте колокольчик, лайк, напишите комментарий для продвижения этого видео в Ютубе. И я вам сейчас на пальцах объясню, почему власть готовит всеобщую мобилизацию в стране. Смотрите, продление военного положения, которое состоялось на прошлой неделе и продолжится до 15 ноября 2023 года, означает, что никаких срочных, то есть в отведенной Конституции срок парламентских выборов в этом году не будет. Выборы должны состояться в конце октября, а раз у нас военное положение, то никто проводить их не собирается. Я в этом записывал недавно видео, если хотите, пересмотрите все для этого аргументы. 15 ноября, даже если предположить отмену военного положения, то на несрочную избирательную кампанию, вне сроков отведенной Конституции, отводится 60 дней. То есть теоретически следующие парламентские выборы должны быть назначены 15 января. Плюс-минус это 60 дней с момента истечения военного положения. 15 ноября. Ноябрь, декабрь, декабрь, январь. Здесь все просто. Но это будет самым сложным периодом для проведения выборов в стране. Почему? Потому что эта зима обещает быть намного сложнее, чем ту, которую мы пережили в период 22-23. Сложнее, потому что за это время россияне поднакопили больше ракет, больше дронов, подготовились к тому, чтобы портить нашу жизнь и дальше. И, соответственно, в условиях отключения энергетической инфраструктуры, пропадания света, постоянной проблемы с отоплением, постоянных сирен и тревог, проводить выборы в декабре, январе, феврале на самом деле крайне сложно. А в марте уже президентские. То есть отменять военное положение, в моем понимании, в ноябре никто не будет. А раз так и продлевается оно у нас на 90 дней, то следующий пересмотр по военному положению будет аж 15 марта. А вот 17 марта в России выборы президента Путина. Там выборов никаких нет, там просто переизбрание Путина на очередной срок. То есть продление военного положения, скорее всего, будет и дальнейшим. Дальнейшим, то есть март-апрель, апрель-май, май-июнь. Ну то есть до лета 2024 года как минимум, а там уже осенью выборы в Соединенных Штатах Америки. Соответственно, ну как бы, какие выборы в Украине перед выборами в Штатах? Это невозможно. По ряду причин, вы их прекрасно понимаете, а соответственно, дальнейшее продление военного положения, как минимум до конца года, для того, чтобы уже с новой американской администрацией, новой, старой, старой, новой, не имеет значения, достигать компромиссов, согласований, договоренностей, выходить на некие мирные переговоры. Вот все это время, по моим оценкам и ощущениям, Украина будет продолжать воевать за свою независимость, освобождение своей земли. Все это время украинским дипломатам и чиновникам придется добиваться от Международной антироссийской коалиции поставок вооружений и финансовой помощи. Все это время нам будет сложно. И вся эта сложность ляжет на плечи, понятное дело, простого народа. Вы уже часто это видите, постепенное повышение налогов, возвращение их на довоенный уровень, проверки, блокирование налоговых накладных, отжим предприятий, все, что хотите, происходит, потому что заплатить за войну должен, в конце концов, рядовой украинец. И мы платим, платим, потому что хотим быть независимыми от России. Вот момент бифуркации, напряжения в обществе. Мы прекрасно понимаем, что потери существуют на войне, потери техники существуют на войне, расходы средств максимально большие на войне. То есть нужно нелинейно решать процесс победы в войне. То есть если это будет продолжаться так, как сейчас, то есть мы укрепляемся благодаря передаче нам военной техники, оборудования, разведанных, но и русские тоже выносят какие-то уроки из войны и тоже укрепляются, тоже готовятся к тому, чтобы отражать наше контрнаступление. Соответственно, противодействие двух сторон война, в которой, скажем так, нет откровенно более слабой стороны, а у нас армия явно не слабее, если не сильнее российской, должно приводить к нелинейному разрешению конфликта. То есть вот это вот контрнаступление затянувшееся, которое нужно довести до ума и реализовать, потребует, понятное дело, мобилизации большого количества военнослужащих. Накопление техники и вооружений, которые вы сейчас видите, и которые описываются нашими чиновниками и политиками, как мы вот сейчас подготовимся и как въебем, это на самом деле накопление военной техники и оружия для проведения, ну если не всеобщей, то очень большой мобилизации. И очистка военкомов, которые вы сегодня видите, переподготовка, отправка новых людей, обновление их, это подготовка к большой мобилизации. То есть, по моим оценкам, я, конечно, не ванга, у меня нет хрустального шара, я могу ошибаться, но в момент накала обстановки зимой, когда будут большие проблемы инфраструктурные из-за войны и из-за российских обстрелов, власть должна будет для перелома, попытки перелома в войне максимально быстрого, просто прийти к всеобщей мобилизации украинцев. И вот то, что мы сейчас видим, это прямая к ней подготовка. История про выборы, которые вот-вот сейчас проведут, потом, завтра, послезавтра, это история исключительно наших международных партнеров, с одной стороны, чтобы они продолжали давать технику и вооружение, якобы в подготовке к демократическим выборам и для, собственно, фракции «Слуги народа», которые нужно продолжать держать в УСЦе. А на самом деле в голове у них всеобщая мобилизация. Кто-то говорит о том, что она невозможна без достаточного количества вооружений, потому что всем надо все раздать, всех вооружить. Возможно, она и невозможна. Но и без всеобщей мобилизации страны и перевода экономики на военные рельсы, а, между прочим, подготовка к этому уже осуществлена путем национализации рада предприятий в нашей стране, победа без мобилизации, национализации, перевода экономики на военные рельсы невозможна. Попомните мое слово. Уже в начале следующего года мы будем все мобилизованы для победы над врагом. Подписывайтесь на канал Дубинский в Ютубе, в Фейсбуке, в Телеграме, в Твиттере, да где хотите, подписывайтесь, здесь только правда и все ради Украины. Будьте здоровы, пока!